В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Различные роботы, 3D-прототипы известных мировых ботов, а также виртуальные миры представили школьники области на международном фестивале RoboLand 2017. Руководители города и области взялись за лопаты и на личном примере показали, как нужно заботиться о городе. 22 апреля прошел республиканский субботник. Жители подтопленного села Садовое не хотят возвращаться в свои дома. Сельчане требуют переселения. Мы требуем, чтобы нас переселили в безопасное село, иначе это будет повторяться каждый год. Наши дома снова непригодны для жилья. РобoLand 2017. В Караганде прошел третий международный фестиваль робототехники. Соревнования собрали юных изобретателей со всего Казахстана, а также из России и Китая. Участники представили на суд жюри водных роботов, 3D-прототипы, всемирно известных ботов, а также виртуальные миры. Девятиклассник Алихан Саликеев демонстрирует возможности своего маленького робота. По задумке школьника, в будущем робот сможет заменить футболиста. Его разработкой Алихан занимался около трех месяцев. Все управление идет через смартфон. Робот умеет двигаться и делает выпады вперед и назад. В общем, чтобы собрать нашего робота, мы потратили три месяца. И за все время, за то, что мы в процессе создания этого робота, он научился ходить и двигать каждыми частями своего тела. И мне кажется, что это очень хорошее достижение за это маленькое короткое время. Фестиваль робототехники стал по-настоящему грандиозным событием в жизни сотен школьников, увлеченных инженерными проектами, программированием и конструированием. Ведь именно здесь участники получили возможность продемонстрировать свои изобретения. Каждый старался поразить жюри оригинальной задумкой и творческим подходом. Главным судьей соревнований стал преподаватель Санкт-Петербургского национального исследовательского университета Александр Капитонов. Он отметил, что фестиваль в Караганде с каждым годом набирает все больше оборотов. Я могу сказать, что вот на протяжении трех лет уже наблюдаю за данным фестивалем. Все начиналось с небольшого количества участников. Это был, можно сказать, такой городской больше фестиваль. А сейчас это уже стал полноценный, крупномасштабный фестиваль, который приглашает и иностранцев. И в прошлом году приезжали из Европы участники. Третий международный фестиваль робототехники проводит Управление образования области. Лучших выбирали по 23 номинациям. Если мы первые года проводили только там по пяти, по шести номинациям, то сегодня представляется соревнование по 23. Кроме того, в рамках фестиваля мы проводим обучающие семинары для наших педагогов, потому что, конечно, именно через развитие педагогов мы будем и развивать наших ребят. Укрепляем, конечно, и материально-техническую базу для развития робототехники в области в целом. В последние годы в Караганде увеличилось количество лабораторий по робототехнике. Если в первые годы их было всего 30, то сейчас кружки есть практически в каждой второй школе. А это значит, что растет и количество увлеченных школьников. В этом году в соревнованиях приняли участие около 400 команд, а это 800 учащихся. А.М. Амрина, Исламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Более 800 саженцев деревьев и кустарников было высажено в Караганде 22 апреля. По традиции, в предпоследнюю субботу апреля по всей республике проводятся массовые субботники. Пример всем гражданам подали глава региона и Аким Караганды. Аким Карагандинской области и Ерланд Кашанов вместе с градоначальником Караганды Нурланом Аубакировым участвуют в посадке деревьев в Парке Победы. Всего в этот день в санитарной очистке и благоустройстве областного центра приняли участие порядка 50 тысяч человек или 4 тысячи трудовых коллективов. Стоит отметить, что субботники прошли не только в Парке Победы, но и по всему городу. Однако погода, как всегда, внесла свои коррективы. Действительно, с учетом погодных условий, некоторые аспекты работы мы не смогли выполнить. Это по белку деревьев, по покраску ограждений. Но я думаю, что в течение недели и следующий субботник мы это наверстаем. Субботники в Казахстане отмечаются уже не одно десятилетие. Это одна из тех советских традиций, которую решено было оставить. Но почему именно 22 апреля? Немного истории. Представители старшего поколения помнят, что 22 апреля отмечался день рождения Ленина, вождя мирового пролетариата. Именно ему, как основоположнику всех субботников, и посвящался массовый труд всех советских граждан. Потому и субботники назывались ленинскими. В советские времена все субботники сопровождались патриотическими митингами, а в поздние времена – праздничной торговлей дефицитными товарами. Сегодня апрельские субботники уже не несут идеологической подоплеки. Но главная цель осталась – общими силами сделать город чище и краше. Хочется, чтобы лезть через 15 здесь, на этом месте, чтобы люди приходили и делали селфи. Конечно, в моем любимом городе растут деревья, которые я посадил. Всего в черте города во время субботника было высажено более 800 зеленых насаждений. Из них 80 деревьев в парке Победы, более 500 деревьев на территории областной центральной мечети. К уборке и вывозу мусора было привлечено 67 единиц специальной техники. Совместными усилиями ликвидировано более 13 несанкционированных свалок. Андрей Денес, Ламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. Жители потопленного села Садовое не хотят возвращаться в свои дома. Сельчане требуют переселения. Они заявляют, что дома, построенные всего полтора года назад, уже непригодны для проживания. Талые воды размыли цемент. Из-за этого в стенах появились трещины. Вот это фундамент, который заливали буквально полтора года назад. Заметно, что он уже осел на 5-6 сантиметров. Житель села Дулданхан Баенханула показывает осевший фундамент Саеву недавно построенного дома. Новое здание, построенное после паводка 2015 года, с самого начала вызывало у главы семейства подозрения. Уж больно быстро его воздвигли. Результат не заставил себя ждать. Дом оказался холодным. А при паводках вода поднялась почти на 40 сантиметров. Цемента, наверное, не доложили. Вода сразу проникла в дом через фундамент. Мы около 10 дней жили в палатках и клубе. Сейчас дома стоит неприятный запах, электричества нет. Не знаю, говорят, ущерб оценивать будут. А что его оценивать? Паводки у нас почти каждый год. Легче людей переселить. Аналогичная ситуация и у других сельчан. Все они в один голос твердят о переселении. Иначе стройка в садовом будет повторяться каждый год, заявляют люди. Что нам делать? Мы не хотим жить здесь. Каждый год нас топит, как в этом селе жить. Пусть нас переселят. Мы вернулись домой вчера, а у нас все воняет сыростью. В Акимате говорят, что ущерб и пригодность жилья оценит специальная компания. А в местном Акимате о переселении пока молчат. Чиновники говорят, что сначала дома должна обследовать специальная комиссия. Именно она даст заключение о возможности дальнейшей эксплуатации. Пострадавшего населения на возмещение материального ущерба. Значит, эту работу именно нами проводится. Кроме этого, мы сейчас организуем выкачку с колодцев, с домов, с дворов, с поквалов. Будем откачивать воду. Уже техника необходимая. Едет для этого. Работа в данный момент. Потому что вчера первый день вода отошла. Люди потихоньку запустили. Настоящий момент света нет. Уже обследование производится бригадами электриков. Которые входят в каждый дом. Осматривают эти дома. И потом при возможности подключения к дому данным, к дому данным, к дому будет подключаться к электричеству. Согласно официальным данным, в Садовом были потоплены 26 домов, 39 квартир. При этом власти эвакуировали почти всех сельчан. Часть из них уже вернулась в свои дома. Им просто идти больше некуда. Сейчас они кое-как пытаются проветрить жилье и высушить вещи. Айям Амрина, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Топором убил собственную бабушку. В одном из домов на улице Металистов произошло страшное преступление. Как сообщают очевидцы, старушка, проживавшая в квартире на пятом этаже, уже долгое время не выходила на связь. Родственники пенсионерки вызвали спасателей, которые проникли в квартиру через окно. В зале была обнаружена пенсионерка. Из ее головы торчал топор. По словам родственников убитой, вместе с бабушкой проживал внук, страдающий психическим расстройством. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть убийство. Сотрудниками полиции принимается мера установления и задержания подозреваемого. Крупную партию наркотиков обнаружили сотрудники Карагандинского отдела по борьбе с наркобизнесом. 14 апреля на контрольно-пропускном посту Сокыр была остановлена автомашина марки «Тойота Камри», принадлежащая 28-летнему жителю города Чу Жамбылской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ДВД. При осмотре автомашины в багажном отсеке обнаружены и изъяты 5 полиэтиленовых пакета с наркотическим средством «Гашиш». Общий вес 26 килограммов. На черном рынке содержимое пакетов оценивается в сумму более 3 миллионов тенге. Начато досудебное расследование. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. При досмотре автомашины в багажнике обнаружен и изъят 26 килограммов «Гашиш». По данному факту проводится досудебное расследование. Задержанный во дворе изолятор временного содержания проводится расследование. Более 60 тонн овощей привезли в Караганду в минувшие выходные. В связи с ростом цен на продукты по поручению Акима региона была организована поставка плодовощной продукции из Жамбылской области и Республики Кыргызстан. Власти сообщают, что цены на эти овощи были и будут на 15% ниже рыночных. Весной по традиции увеличиваются цены на продукты первой необходимости, что заставляет горожан экономить. Алия Аймаганбетова, как и другие жители Караганды, на ярмарку решила прийти из любопытства, чтобы посмотреть на цены и качество продукции. Цены приятно удивили пенсионерку. Качество тоже не оставило равнодушным. Сегодня я сюда пришла, чтобы купить овощи. Утром увидела, как караван проехал возле дома. Овощи очень хорошие. Цены и вправду дешевле, чем на рынке и в супермаркетах. Вот я сегодня купила картошку за 90 тенге, а на рынке она дороже. Караван грузовиков с 60 тоннами овощей прибыл из юга Казахстана по поручению Акима области. На главный вопрос, каково будет качество продукции, организаторы заявили, что качество и цены под пристальным наблюдением властей. Данный зеленый караван был организован в целях сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания. Он пришел в рамках региональной кооперации в Жамбульской области и из Кыргызстана. На сегодняшний день поступило 60 тонн продукции. Это 25 тонн картофеля, 15 тонн моркови, 10 тонн капусты и по 5 тонн лука и свеклы. Данная продукция будет реализовываться на ярмарках, как вы видите, в соцпавильонах и торговых точках города Караганды. Цены будут на 10-15% ниже рыночных. При необходимости объем караванов будет увеличен и будет поставлен на еженедельную основу. В дальнейшем такие ярмарки планируется проводить еженедельно около двух месяцев, до тех пор, пока цены не нормализуются. Кроме того, плодовощная продукция будет выставлена на прилавках социальных павильонов. Андрей Тенажар Агибаева, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Уже с 1 июля работодатели начнут отчислять взносы за своих сотрудников в Фонд обязательного медицинского страхования. Пока ставка отчислений составляет 2% от дохода предприятия. Но уже в 2020 году ставка возрастет до 5%. Взносы государства за граждан социально уязвимых слоев населения начнутся с 1 января следующего года. В Караганде создан городской штаб по разъяснению закона об обязательном медицинском страховании. С прошлого года его представители провели более 35 встреч с населением. В текущем году данная работа продолжается. Что такое гарантированный объем бесплатной медицинской помощи? Это базовый пакет, который предоставляется всем гражданам Казахстана и Орлманам. Он включает в себя финансирование с республиканского бюджета. Включает в себя 4 вида помощи. Это скорая помощь и санавиация. Медицинская помощь при социально значимых заболеваниях. И в экстренных случаях социально значимые заболевания, что вы знали, это туберкулез, это онкология, это ВИЧ и сахарный диабет. Профилактические прививки все, начиная от рождения и кончая взрослыми. С 1 июля нынешнего года взносы в размере 2% от дохода за своих сотрудников начнут отчислять все предприятия страны. Предприниматели также будут платить за себя и своих работников. За социально незащищенных граждан платит государство. Сюда входят дети, многодетные матери, награденные Алтона Алка, Кумыса Алка, получили созвание «Мать-героиня» ранее, а также награденные орденами «Материнская слава 1 и 2 степени». Это участники инвалидов Великой Отечественной войны, это инвалиды, лица зарегистрированные в качестве безработных, лица обучающие в оспитывающих интернатах, организациях, лица обучающие по очной форме обучения в организации технического, профессионального, после среднего и высшего образования, а также после вузовского образования в форме зенитуры, лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка. Воспользоваться бесплатной медицинской помощью также смогут беременные, женщины в декретном отпуске, пенсионеры, военнослужащие, осужденные к реальному лишению свободы и содержащиеся в ИВС, а также безработные. Правда, чтобы подтвердить статус безработного, нужно зарегистрироваться в центрах занятости. Те, кто в органы занятости приходит, мы их фиксируем как безработные. И будет из средств республиканского бюджета выплачиваться, им зачисляться на лицевые счета, и они будут получать объем бесплатного медицинского обслуживания в рамках этих денег. В случае, если работодатель прекратит делать отчисления фонда и задолженность превысит три месяца, то его сотрудник не сможет получить медицинскую помощь. С введением обязательного медицинского страхования грядут существенные перемены и в сфере оказания медицинских услуг детям. Если прежде школьные медпункты были подконтрольны Министерству образования и науки, то теперь их передадут на баланс Министерства здравоохранения и социального развития. В шахтерской столице действует единственная в стране школа государственной службы. Данный проект в регионе успешно реализуется вот уже на протяжении 9 лет. В нынешнем учебном году 22 человека стали обладателями сертификатов. На открытии девятой сессии молодых госслужащих побывала и наша съемочная группа. В приемную комиссию школы государственной службы поступило много заявлений. По результатам отборочного этапа 22 претендента, показав лучшие результаты, будут зачислены в ряды стажеров. Они прошли курс повышения квалификации на девятой сессии, стали обладателями заветных сертификатов. Знания, полученные в Центре переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, будут применяться на деле в рамках двухмесячной стажировки в государственных органах области. Данный проект дает возможность молодым людям понять, госслужба это ваше или не ваше. Полученные знания выпускники будут применять на деле в рамках двухмесячной практики в разных государственных структурах. Сейчас они получили сертификаты, то есть путевки на стажировку, после чего студентам будут вручены дипломы Карагандинской молодежной школы государственной службы. Данный диплом уже стал путевкой в жизнь для многих выпускников. Чтобы получить такую путевку, надо успешно сдать тесты на знания законов, написать интересное эссе, пройти собеседование, и тогда возможно зачисление в школу госслужбы. Только две трети из общего числа желающих проходят отбор. Потом две недели нужно учиться. Один из таких стажеров, студент технического вуза Сергей Иванов, узнал о данной программе от своих друзей, которые уже связали свою жизнь с государственной службой. Мои друзья тоже проходили данную школу. Некоторые из них уже работают, получается, на госслужбе в качестве ассистентов. И поэтому мне тоже захотелось попробовать себя в госслужбе, захотелось поработать с людьми, захотелось почувствовать данный драйв, как это ощущение данной работы с людьми, работы, получается, в госслужбе, в Акимате. И поэтому я выбрал данную школу и прошел все курсы, которые были нам даны. По окончанию курса все участники получают дипломы, которые, по словам организаторов, не дают больших льгот. Но при участии в конкурсах на вакантное место их наличие может сыграть не последнюю роль. В этом году уже 234 наших молодых людей уже закончили эту школу государственной службы. Из них 74 уже работают на госслужбе. Каждый год проводим конкурс среди государственных службов «ЖАСДАРН». В этом году мы второй раз будем проводить совместно с управлением департаментом госслужбы. Президент поставил перед государственной службой большую задачу – это работать на благо государства, на благо народа. Так что в этом направлении мы будем работать. В целом, по итогам работы, за 9 лет на государственную службу трудоустроились порядка 50 человек. Фариза Албаева, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганду привезли кусочек тропического лета вместе с яркими попугаями и другими экзотическими животными. В областном историко-краеведческом музее разноликий мир фауны представили 25 видов экзотических животных. С попугаями, обезьянами и с кунстом познакомилась Фариза Албаева. В Краеведческом музее в эти дни жаркая погода. В одном из залов на целых два месяца поселились обитатели тропических лесов. Благородные попугаи, большеклювы, тука-антока, десяток видов других птиц. Но гвоздь программы – две совершенно разные обезьянки. Гиббон Боня и звезда выставки – крошечная восьмимесячная и ованская макака Леонардо. Зрители от них в восторге. Ухаживает за всем этим зверинцем вся команда выставки. Даже фотограф Андрей по совместительству нянчится с питомцами. Самый любимый среди них – настоящий представитель тропиков. Говорящий попугай – синий-желтый ара-абук. Это коллекция одного из коллекционеров. Он собрал несколько видов животных, несколько видов попугаев и передружная высадка. Тут имеются такие виды животных, как две обезьяны, енот, кинкажу, кунц. И остальные птички, говорящие попугаи есть. Это один из некоторых кинзаперов. Здесь вы увидите животных, которых нет ни в одном зоопарке Казахстана. Со многими животными посетители могут пообщаться без барьеров, сфотографироваться с попугаем на плече, укостить обезьянку бананом. Стоит отметить, что у каждого животного свой характер и темперамент. Наблюдать их во время прямого общения весело и интересно, как детям, так и взрослым. Очень красивые птички, активные обезьянки, общительные очень. Мне нравятся выставки животных. Мне больше понравилась обезьянка. Я хотела ее поддержать, но не успела. Каждый из посетителей имел редкую возможность побывать в удивительном мире животных. На выставку в этот день пришли Даша и Кирилл Жиковы в сопровождении своего дедушки Азата Ураева. По их словам, семья старается не пропускать такие выставки. А сегодняшняя стала одной из самых интересных. Нам понравилось очень. Тут интересно. Мы были в разных, в других странах, но тут не было где-то трех животных, чем в других таких же, как мини-зоопарки. В общем, здорово нам понравилось. Экскурсовод нам понравился. Экскурсия – все. И таких ребятишек, получивших заряд положительных эмоций, было много. На выставке «Живая радуга» представлены 16 видов птиц и 4 необычных животных. И дети, и взрослые получили от выставки море позитива. Животных можно было погладить, накормить и даже сфотографироваться с ними. Передвижная выставка пробудет в Караганде до 11 июня. Цена билетов – от 300 до 1000 кинге. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансов Голмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова